И всем привет, ребят, с вами Стрыванька, сегодня я подписываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговору и тематике, сегодня у нас есть тема для разговора о Танкофонде, есть та тема, которую я еще не поднимал и есть очень интересная динамика, которую я не могу не подчеркнуть. Если вы ждали видеоролик посвященный Танкофонду, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, уже менее чем через 2 недели будут итоги этого розыгрыша. Для этого в настройках игры в аккаунте выяснете мой личный Танкофонде, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо наших промежуточных итогов, то за вчерашний день у нас за последнее время прибавилось рекордное количество танкоинов в Танкофонде и мы уже прямиком идем к 10 миллионам, у нас уже 9 миллионов 444 тысячи танкоинов в Танкофонде. И как ни странно, Танкофонд начинает набирать обороты, начинают больше игроков приобретать спецпредложения и наконец-таки, похоже, игроки начинают понимать, что есть огромнейший потенциал в этом Танкофонде и те, кто до этого давно его не покупал, сидел ждал, наконец-то начинают его брать, понимая, что этот Танкофонд выгоднее, чем покупать, например, те же 2 боевых пропуска, либо покупать элитный пропуск в нашей игре. Если открыть динамику и посмотреть статистику, которая есть у нас на сайте, которую я уже прикладывал в описании, то за вчерашний день в Танкофонд прибавился миллион 300 танкоинов. Это рекордное количество за все дни, кроме первого. Да, то есть это прям очень и очень мощная циферочка. Да, ну и, конечно, она не может не радовать. То есть, учитывая тот факт, что Танкофонд у нас в последнее время такие большие цифры не набирал, то та цифра, которая у нас набралась за, получается, вчерашний день, она выглядит прям максимально-максимально круто. Да, то, что такие цифры вообще набираются. Но сегодня я хотел еще поговорить вместе с вами о том, что теперь каждый игрок в лотерее итоговой Танкофонда может же получить с киберспортивного Танкофонда тоже больше танкоинов. То есть, я изначально забыл совсем про эту тему, то, что раньше у нас в киберспортивном Танкофонде 10% от Танкофонда, от того, что набирается, уходило киберспортсменам и тем игрокам, которые играют в турнире. То есть, всем игрокам, которые играли в турнире, они забирали между собой, пилили 10% танкоинов от Танкофонда. Этот же турнир. Все поменялось, добавили бустеры и эти 10% убрали полностью. То есть, каждому игроку и мне в том числе, кто купил Танкофонд, уже есть шанс получить не 7200 Танкоинов, а есть шанс получить по 8000. Так же само, как это было у нас с любым Танкофондом, который был посвящен не киберспорту. То есть, это были Танкофонды, которые были посвящены к дню рождению игры. Ну и в любом случае, получить 7200 либо 8000, я понимаю, что никто бы не отказался от этой самой замечательной восьмерочки. Да, и этот момент тоже стал более плюсовый, более интересный. Да, казалось бы, ну всего лишь 800 Танкоинов, типа всего лишь 10%, но в любом случае, для кого-то это может быть даже весомой цифрой и аргументом для дополнительной покупки Танкофонда. Да, но это все-таки немаловажный факт. То, что теперь киберспортсмены не получают ничего с Танкоинов. То есть, у них теперь есть свой бустер, который зависит только от его набора в рублевом эквиваленте. А все Танкоины, вне зависимости от того, сколько они наберутся, они все будут разыграны между игроками, которые купили спецпредложения. И это очень и очень хороший дополнительный плюс. Ну и что касаемо Танкофонда, то уже сегодня, я уверен, что мы пробьем 10 миллионов. Уже сегодня мы выйдем на новые двухзначные значения в этом Танкофонде. И если учитывать тот факт, что у нас до конца Танкофонда еще остается, ну грубо говоря, 20 дней, то потенциал очень хороший имеется дойти даже до 30 миллионов. Если мы продолжим расти, и если сейчас наш рост станет больше, чем был до этого, да, то есть мы ежедневно, если будем набирать по миллиону Танкоинов в Танкофонды и даже больше, то вся моя вера, которая была изначально в этот Танкофонд, она будет полностью оправдана. И все те хейтеры, которые говорили мне о том, что, мол, я пиарю Танкофонд, а он ничего не наберет, все они пойдут куда? Правильно, вы знаете, куда они пойдут. Поэтому мы продолжаем следить, мы продолжаем лететь, как я бы уже сказал, да, потому что, ну, поднимать за день больше, чем было у нас за предыдущие 6, и больше, чем за все дни, кроме первого, я считаю, что это уже очень и очень хороший успех. Ну и сегодня, по традиции, мы, конечно же, делаем и свой вклад в этот Танкофонд. Я все-таки нахожу еще один аккаунт, на котором Танкофонд я не приобретал. И вроде как у меня есть еще парочку аккаунтов, где я не брал, но надо будет тоже поискать, посмотреть, а то я как-то рандомно начал покупать из своих аккаунтов Танкофонды, и в моменте даже немножечко запутался, где я купил, где я не купил, поэтому надо будет тоже поискать и посмотреть. Ну и приобретаем, как всегда, тысячоночку дополнительную в Танкофондик, вкидываем, ну и делаем свой вклад уже суммарно больше десяточки, смело в Танкофондик от меня залетело. Поэтому вы можете тоже делиться своими приобретениями, сколько вы вложили в этот замечательный Танкофонд. Верите ли вы в него или до сих пор не верите? Купили или не купили? Пишите все свои мысли по поводу этого Танкофонда в комментариях к этому видеоролику. Обязательно проявляйте максимальную активность на данный видеоролик, чтобы он продвинулся. Поэтому поддержите его лайком, пишите комментарии, все свои мысли. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!